Привет, девочки и мальчики, с вами Зигзахедши, 28-ая серия приключений на заборочке Инсфер Дипер на версию Майнкрафта 1.15.2. Я расширил область забора, как, в принципе, многие из вас мне говорили. Возможно, это даже поможет. Я единственное, что как бы после того, как расширил, не очень много времени провел в Овере. Я большинство времени провел в Незере, конечно же, да. И, ребятки, у меня получилось сделать себе три черепа визер скелетов. Ей, за восемь часов, кажется. В общем-то, что у нас с вами, ребятки, было сделано за кадром? Я переставил себе Незеровский портал, смотрите. Теперь он у нас с вами выходит вот отсюда успешно. И, соответственно, вот здесь прямо-таки рядом у меня мой интерсекшн, мой перекресток, на котором пока что, что логично, никого нет, потому что я, ну, только зашел в Майн, да, там пока еще ничего не было. Я себе как можно больше здесь попытался закрыть вот этим вот, как бы, пеплом моим, да, замечательным. Но, в общем, в итоге я понял, что это, ну, как, не знаю, мне, наверное, недели, может быть, две нужно на то, чтобы закрыть весь Незер в радиусе 128 блоков. Мне кажется, это как-то не самое грамотное решение. Поэтому, в принципе, большое спасибо за предложение в комментариях о том, что можно попробовать Незер вместо того, чтобы покрывать пеплом. Его можно попробовать просто уничтожать. Правильно? Правильно. Чем будем уничтожать? Уничтожать будем Digital Miner. Вы очень многие меня просили его, собственно, сотворить, да. И, наконец-то, пришел момент, когда я его действительно буду сотворять. Единственное, что, насколько я вижу, мне здесь, в принципе, да нет, по-моему, не нужны эти самые как раз. Ничего сильно дорогого. Ну, алмазы максимум. И, как бы, много обсидиана и всего такого. Я думаю, что сдюжим. И, в принципе, эта штука у нас будет выкапывать такие области 32 на 32 радиусом во все стороны. И сверху и снизу, кстати, единственное, что, вот, не знаю, сверху и снизу можно будет полностью вырыть. 32-то это только вроде как горизонтальный радиус у него. Очень странная машинка, если честно. Но эта машинка будет сжать еще и дофига энергии. И, собственно, для того, чтобы проблему с энергией решить, я так что-то подумал, что у нас с вами есть здесь замечательный мод Power. И в замечательном моде Power есть не менее замечательный реактор. Реакторы такие замечательные штуки. И, в принципе, мне нужно что, как бы, сделать? Ну, вот 100 FE затикать совсем ни о чем, да? Я думаю, что мы с вами можем себя... У-у-у, позволить, хотел бы его сказать. Нам-нам-нам. Хотя, наверное, в принципе, мы с вами в теории можем себе позволить Hardened. Потому что... Слушайте, а мы с вами себе можем позволить Blaze даже. Ну, вот нотик, наверное, уже нет. Это совсем уже извращение, да? Тут очень дофига энергии на него нужно. Хотя, в принципе, это неотик, в смысле. Неотик. 2,7 тысяч FE затик. Слушайте, погодите, а может быть, тогда и имеет смысл сделать? Нитро появился 5.4, ё-моё. Короче, давайте попробуем сделать какой-нибудь максимально возможный. Не знаю, вот даже интересно, что за нитро. О, нет, вот нитро мы с вами точно не сделаем, потому что там как раз звездочки. Звездочек у меня нету. Блин, миллион энергии, плюс этот самый Эмиральт. У нас с вами получается Spirited Crystal. Всё бы ничего, но вот таких кейсингов нам с вами, ребятки, нужно 36. Потому что это дело выстраивается в такой вот блок 3 на 3 на 4. То есть, если мне память не изменяет, 4 на 9, это как раз 36 штук. И делаются они, по-моему, по 4. А вот 36 разделить на 4. А, ну, собственно, 9. Мне нужно 36 капаситеров. Мне на это дело... На 1 капаситер 4 нужно, ё-моё. Не, ну, у меня такого количества изумрудов банально не будет. И боюсь, что алмазов тоже. Хотя вот с алмазами надо бы попробовать. Но в любом случае, мне нужен хоть какой-нибудь такой реактор. Потому что он вроде как халявно достаточно вырабатывает энергию. Там с вами нам понадобится только вот этот вот дурацкий уранититититит. Вот эта вот фигня, да, уранититититит. И, кстати, у меня этого уранититититит, наверное, кстати, тоже не хватит. Потому что он здесь где-то для чего-то был нужен. Вон, мне нужно их 4 на каждую. То есть, мне их тоже нужно 36. Сейчас пойдём в итоге с вами, ребятки, копать. Вот, и, собственно, нам потребуется ещё редстоун и уголь. Я думаю, что мы с вами это дело найдём. Кроме того, есть ли у меня какой-нибудь снег? Нет, у меня никакого снега нет. Мне просто нужен способ превращать снег в лёд. Вот у меня есть Dry Ice. Это очень хорошо. Где я его единственное, что нашёл? Его можно как бы скрафтить из голубого льда, да? Которое делается из пэкт льда. Блин, а это ванила? Вы серьёзно, да? Это ванила. Так, мы можем из 4 пэкт айса получать один Blue Ice с сжатием. А пэкт айс это обычный айс. И тоже вот так можем сделать, да? А вот эта фигня, это... Я могу охлаждать... Что я могу охлаждать? Любую жидкость могу охлаждать, да? Единственное, что нужно сделать себе хитфрейм. И дальше каким-то образом охлаждать контейнер. И у меня будут получаться такие штуковины. Ну, я чувствую, что мы с вами будем сегодня заниматься всяким разным модным и интересным. Но сначала я пойду в Крысляндию и попробую себе там накопать немножко урана. Знаете, ребятки, мне начинает нравиться ходить в эту самую, в Аратлантиду с серию покопать. Потому что, смотрите, всё очень даже неплохо. Ну, да, как бы кое-что, конечно, я с собой просто взял. Но, тем не менее, 58 редстоуновой руды. Кстати, я, да, забыл, что я ещё и в таком виде её получаю. И, да, у меня на самом деле тоже сейчас начались те же самые проблемы, что и у бороды. И почему-то, когда я копаю редстоун при помощи моего молота, он выпадает как бы в мир и исчезает сразу. То есть я его не получаю. Ну, благо, у меня есть силк-тач, поэтому как бы проблема решается, да? Вот, в любом случае, мы там с вами нашли некоторое количество алмазов. И я хочу поставить сюда переделываться... О, здесь ещё редстоун, кстати, у нас с вами есть. Что я хочу сюда поставить переделываться? Вот с тобой что можно сделать? А, тебя можно просто пожарить, да? Ну, давай это у нас здесь, собственно, жарится пока и будешь. А мы с вами подумаем, что нам с вами необходимо. Я, если честно, так подумал, что пока я хожу там, копаю руками, можно же сделать всё-таки ещё и диги-майнер. Потому что он нам с вами в любом случае понадобится. А я думаю, что так мы с ним вместе будем копать и будет веселее, да? Что мне это нужно? Ну, во-первых, стилкейзинг, которого у меня уже нет, он уже закончился, да? Но дальше нужны вот такие логические сортеры. Это basic control circuit'ы. Basic control circuit'ы есть, да? Робит нужен некий. Робит Бобит Барабек. Раз, два, скушал 40 человек. Давайте, может быть, мы сразу его сделаем? Да, сейчас, сделал один такой. Не хватает refined obsidian и персонального сундука. Это нахрена ему? Господи, персональный сундук. Ладно, сделали. И вот такие вот refined obsidian ingot. Это осмium compressor. Вот, я помню, что там была какая-то фигня. Нужна была. Осмium compressor. Давайте его тоже сотворим. Так, нужна снова остальная фигня. Эээ, всё нужно. Прямо всё нужно. Давайте возьмём себе iron. Скажем, штучек 16. И давайте возьмём себе redstone. Скажем, штучки 2 пока, да? И вот теперь, ребятки, если честно, у меня, похоже, настал тот момент, когда мне нужно апгрейдить мой инфузор, по крайней мере, до фабрики. Давайте посмотрим. Это у нас с вами называется инфузор. Как нам сделать фабрику? По-моему, был уж какой-то апгрейд, нет? А, здесь, собственно, сам инфузор просто используется в рецепте. Погодите, а у меня, наверное, на это всё даже есть. У тебя апгрейдов-то... А, у тебя апгрейды стоят, да? Но я их из тебя повынимаю. Ничего страшного. И давай-ка мы тебя попробуем сапгрейдить. Инфузор. Апгрейд до фабрики. В смысле? А вот таких-то штук чё, тоже нету, что ли? Да ладно. Я из них только что сделал робиту какие-то хренобиты. Робиты-хренобиты. Базовая фабрика. Хи-хи. Базовая фабрика, иди сюда. Как ты работаешь? Ага. То есть, в принципе, тебя ещё можно будет потом сапгрейдить до какой-то более небазовой фабрики, да? Автосортировку, во-первых, тебе включим. И на тебе назад твои... Хотя, наверное, даже вот так будет сделать проще. И Energy Upgrade. Где Energy Upgrade делся? Вот. А мне что-то понравилось. Я, пожалуй, себе сделаю и вот такую фабрику тоже. Basic Enricher Fabrica у меня теперь есть. Тык. Ты так же же будешь, наверное, работать, да? Я просто здесь себе уже поставил переделываться Redstone в такие вот штуковины. Мне это сейчас понадобится. И ещё много чего. Блин, может в таком случае ещё и Smelter тоже сделать фабрикой. Хи-хи. Сделаю-ка я с фабрикой всё. Но сначала нужно поставить... Вот я прям даже 64 угля сюда запихаю. Хотя единственное, что... Погодите-ка. Мне для того, чтобы сделать Enriched... Enrichment Chamber... А, вот. Я могу себе сделать Enriched Carbon. В таком случае сначала тебя нужно запихать сюда. Я готов потратить 16 угля. Блин, вот ты пока не доделаешься, отсюда не уберёшься, да? Ну-ка доделайся, пожалуйста. Текст, кстати, по-хорошему надо бы тоже поставить какие-нибудь эти самые апгрейды. Ну, вообще, в принципе, и так вроде неплохо. Так, и нужно себе делать сталь, 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 сталь. Ну что, осмеевый компрессор нам с вами же ещё необходим, да? Давайте его прямо сейчас сделаем. И я вот не знаю, куда его ставить. Единственное, что, наверное, вот сюда можно его поставить. Вместо этой нашей замечательной пилорамы. Давайте мы её куда-нибудь вот сюда вот уберём. Она нам сейчас не сильно нужна. Единственное, что для того, чтобы сделать нам этот... Точнее, пользоваться этим компрессором, мне необходим... Необходима такая вещь, как жидкий осмий. Хотя, погодите, жидкий осмий... По идее, если я сюда просто положу кусок осмия, он здесь так и будет, да? Давайте возьмём себе кусок осмия. Сколько единственных кусков осмия я должен сюда положить? Слушайте, я возьму стак. Не знаю, почему я хочу взять стак. Так, а сверху нужно передробленный обсидиан. Обсидиан... Сколько мне... Господи, что я пишу такое? Отсидиан. Это, знаете, это когда себе сидишь очень долго, вот на ноге. И у вас с ногой случается отсидиан. Вот это то, что у меня сейчас здесь было. Так, каким образом отсидиан этот нужно воспользовать? Тык-тык. Рефайнд обсидиан даст. Это заделанный обсидиан. Погодите, у меня вот здесь есть немножко. Да что у меня сегодня такое с этим самым... С произношением. Так, давайте тебя вот сюда положим, а тебя вот сюда положим. Так, будешь работать? Один обсидиан нам даст... В смысле, один осмия нам даст один обсидиан? Или, видимо... Нет, видимо, не один. Хотя... Да, смотрите, видите, второй съелся. Не знаю, сколько здесь нужно, пусть будет столько, а я пойду спать. И получилось у нас шесть обсидиановых слитков. Естественно, никоим образом мне не хватило этого дурацкого обсидиана. Ну и ладно, не обсидиана, а осмия. Нам с вами, в конце концов... Тихо-тихо, нужно не совсем это, нам с вами нужно это. Так, а теперь нам что-то не хватает сверху. В смысле сталь... Ай, ну да-да-да-да, ничего. У нас с вами здесь уже она готовится. Я просто всю сталь перевел на вот эти штуки, последнюю. У меня и было всего 12 штук. Ладно, давайте поставим эту сталь жариться и посмотрим, что нам с вами необходимо еще. Бластферный... На тебе, делайся. Что нам с вами необходимо еще для этой фиговины? Что вот у меня сейчас, допустим, есть? Круто! Полдела сделано, да? Вот такие атомные элои. Мне для этого нужен Enriched Obsidian. Enriched Obsidian, это Refined Obsidian Dust. Блин, это снова то же самое, да? Ладно, у меня теперь там есть везде фабрики. Давайте я себе, знаете, что сделаю? Два алмаза на это дело переведу, и обсидианом это дело аккуратненько приправим. Возьмем себе вот сколько там, 31 обсидиан. Потому что, по идее, по-хорошему, мне вот этих вот Digital Miner, ребятки, нужен не один, а четыре. Для того, чтобы немножко процесс ускорить. Потому что даже со всеми апгрейдами вещи-то достаточно небыстрые. Блин, наверное, хватит здесь обрабатывать редстоун. Мне дело нужно делать. Алло, хорош. И последнее есть. Готово дело. Давайте теперь будем надеяться, что у меня хватит на все. Так, мы с вами сначала хотели доделать себе Робита. Робит готов к использованию. И теперь мы хотели себе сделать эту штуку. Эта штука не готова, потому что нужно два вот таких компрессора. Это два поршня. Оу-май. Где мои планки-то, мои доски где? Опять он темное дерево у меня использует. У меня темное дерево нужно для декорации, не для того, что ты с ним хочешь делать, зараза такая. Не понял, где второй сортер. На тебе второй сортер. Отстань от меня, пожалуйста. И бдыщ. Нет. Не хватает еще двух вот таких нижних штук. Раз нижняя штука, два нижняя штука. Всего тоже хватило. Поэтому у нас с вами есть. Тан-тар-дам-тан-тан. Диджитал майнер. Единственное, что я вот думаю. Не хочу ли я себе сразу сделать какой-нибудь белый-белый-белый эндер пауч, допустим. В смысле эндер сундук. Эндер чест. Хотя, нет. Знаете, пока не хочу. Так. Как эта штука работает? Насколько я помню, ей совершенно без разницы. Я ее могу поставить в совершенно любое место. И она там начнет копать только то, что я ей скажу. Я крайне надеюсь, что она мне не начнет копать то, что я ей не скажу. Поэтому исключительно на всякий случай, для первого, так сказать, тестового запуска. У, ребятки, а мне знаете, что нужно с собой взять-то? Мне бы ей нужно как-нибудь... А, я знаю, что я сделаю. Я по моду, наверное, сделаю. Единственное, что, блин, мне бы хоть одну руду взять из мода пауа. Я понял, каким образом я обойду эту ситуацию. И, собственно, сейчас я вам включил запись для того, чтобы замерить высоту. Высота там была 96. Как раз в тот момент, когда я включил запись. Теперь давайте найдем какое-нибудь место для нашего диги-майнера. Я думаю, что он будет стоять где-нибудь там уже вниз. Допустим, где-нибудь вот здесь он будет стоять. Давайте мы прокопаем здесь местечко. Потому что он все-таки достаточно такой большой. Если мы с вами его сюда вляпаем... Ну, нет, это не он. Бым! Во, какая красавица, да? Теперь давайте мы с вами подключим к нему энергию. И сразу же нужно будет... А, я с собой сундук не взял. Поэтому пока что только энергию. Энергию мы с вами... Я себе не забыл взять плаг. В смысле, поинт. Я опять их перепутал. Беттери-аут и чанг-лодинг, пожалуйста. Блин, я опять забыл посмотреть. F3 PSG. И у нас... Ну, вот в этот раз, насколько я вижу, мне повезло. И у меня все это дело внутри одного чанга. Неужели свершилось чудо? ZIP наконец-то поставил все куда нужно. Так, что нам с вами нужно сделать? Нам с вами нужно сконфигурировать. Сказать то, что радиус добычи у тебя максимальный. 32. Минимальная высота. Минимальная высота. Давайте посмотрим. Для того, чтобы он, собственно, не пытался копать... Вот, я там увидел, кстати, кусок руды пауэрской. Чтобы он не пытался копать ниже сферы, я думаю, что в этом смысла нет, да? Мы его ограничим в высоту 23-мя. То есть минимальный у него Y... 23. Почему 32-то? Минимальный Y-23. Где мой DigiMiner? Простите. А, вот он ты. Так. Конфигурация минимальная. 23. Максимальная 93. То, что мы с вами сверху видели. И новый фильтр. Мы с вами скажем то, что мод ID. И мод ID у нас с вами будет пауа. Сохранить мод ID. Пауа. И что у нас с вами в итоге получится? Непонятно, что он будет копать, да? Но мы с вами нажмем на старт. И по идее мы должны вытащить 569 кусочков вот этой вот самой нашей великолепной руды. Да? Вот такой вот. Как мы видели, он там уже даже где-то одну нашел и уже ее успешно вскопал. Теперь останется, собственно, сюда прийти через какое-то время и просто забрать результат. Пока он здесь копает, я, пожалуй, пойду тоже немножко покопаю. Но сначала нужно поставить вот это дело в переработку. И я вам еще вчера хотел показать, но забыл. Как вы можете догадаться, собственно, такое количество каблы не просто так было, не из воздуха, что называется, получено. Оно было получено при помощи каблогенератора. Но учитывая то, что я хотел как можно как бы быстрее записать вам серию, я сделал каблогенератор за кадром, а сейчас я вам его продемонстрирую. Так, сюда поместили наши руды. И, собственно, вот. Здесь у нас появился такой небольшой подвальчик. Здесь совершенно банальный каблогенератор. Уже, кстати, блин, опять надо его отсюда вынимать. Потому что кабла у меня, как это ни странно, закончилась вот буквально вся. Кстати, что у тебя здесь внутри-то? О, у тебя и внутри еще куча. Окей, хорошо. Давайте, наверное, ее отсюда сразу все перенесем. Вот, а я пошел все-таки еще немножко покопаю. И вот такой вот вууч нам выкопал наш Digital Miner. Все, у него 2Mine 0. И он сам автоматически выключился. Очень удобная машинка, но читерная просто до ужаса. Потому что, во-первых, он мне выкопал все, что касается мода Power, да, как я его и просил. Знаете, что самое приятное в этом смысле? Он выкопал мне еще и сухой лед. Вот, то есть, возможно, то, что мы с вами вот эту вот охлаждающую штуку будем делать не прямо-таки сейчас. А просто воспользуемся в следующий раз еще раз каким-нибудь майнером. Для того, чтобы ее, так сказать, заполучить. Давайте вернем сюда этот дурацкий гипс. Вот, теперь пойдемте на базу. И будем пробовать обрабатывать этот уран и делать себе реактор. Так, он вот тут жарится. Я думаю, что у нас с вами уже должно хватить, ну, минимальное количество. Да, 142 здесь уже получилось. И все-таки, конечно же, реактор, который спирит этот, я, ну, погорячился. Давайте с вами все-таки, наверное, остановимся на блейзовом. Вот на этом вот, на блейзинг. Потому что, действительно, уже даже на вот этот вот мне будет нужно немедленное количество алмазов. У меня просто банально такого нету. Так, что касается вот этого реактора. Мне таких штук нужно 36, как я уже говорил. То есть, мне нужно сделать 36 таких капаситеров. 36 умножить на 4. 4 раза сделать по 36. Что у нас сюда нужно положить? Блейз род. Блейз родов у меня, по идее, должно быть немедленное количество. По 36 4 раза, да? То есть, в принципе, вот это 4 раза по 32. И нужно еще... Сколько там получается? 4. Еще 16. 15, 16. Во. То есть, вот такое количество мне нужно для того, чтобы сделать реактор. Блин. Так, что касается этих штук. Блин, а я же сюда только по одной могу пихать, да? То есть, я вот так сделаю. И да, и пошел процесс. И это еще и не быстро. Потому что у нас с вами вот эта вот штучка медленная. Каким образом нам с вами сделать энергайз род побыстрее? Энерджайзет. Род какой-нибудь... Сколько здесь у нас с вами? 10 затик, 50 затик, 120 затик в харденд. А, мне для этого нужен бейсик. Для этого нужен стартер. Уууу, окей. Я думаю, что... Да блин, нет, отдай мне мой меч. И этот самый мой отдай. Да и лопату отдай, что же... Дай мне здесь все. Вот, все, все отдал. Так, пойдем со мной мой штырь. Я тебя буду апгрейдить. У меня будет апгрейдженный штырь. Так, что тебе нужно сделать, штырь? А, погоди, ты уже какой-то этот самый? Ты уже бейсик? Я тебя уже когда-то апгрейдил. И на то, чтобы сделать вот эти вот фигни, мне нужен тот же самый штырь, да? Мне нужна энергайз сталь, которая у меня есть только одна. Это, насколько я помню, железо плюс золото, да? Давайте возьмем по 16 штук, и я это сделаю сейчас за кадром. Я так что-то подумал и решил, что надо нам, наверное, с вами сделать два таких. Поэтому у меня теперь есть два бейсика. И давайте их теперь сапгрейдим до следующего тайра. Это у нас с вами харденд капаситер. Вот, собственно, на этом мы с вами делали всякие штучки. Я себе сделаю четыре их, потому что мне вроде как нужно на каждой по два. Единственное, что еще два вот таких модуля и два блока кварца. Точно так же, как предыдущий апгрейд. Это немножко странновато. Ну да ладно. У нас с вами есть один харденд и, соответственно, второй харденд. Ей! А теперь из харденд мы с вами попробуем сделать блейзинг, если у нас с вами получится. Но для этого уже нужны блейзинг-кристаллы, которые уже делаются вот здесь. Окей, так, как бы мне это лучше расположить? Вот этот вот орб, он, конечно, здесь очень неплохо даже стоял, но мне бы все-таки это сделать как-нибудь посимпатичнее. Мне бы откуда-нибудь энергию взять. Слушайте, а может мне это вообще сделать вот там вот на фабрике? Единственное, что... А, ну хотя у меня все вот это-то есть, мне больше ничего не нужно. Я, знаете, на всякий случай возьму себе хоппер, даже, наверное, два хоппера. Потому что... Даже, наверное, три хоппера возьму, потому что вдруг это будет работать. И возьму себе сундук. Потому что хотелось бы, если честно, хоть каким-то образом это... Эй! Хоть каким-то образом это дело автоматизировать, потому что иначе как-то совсем грустно. Так, а что касается наших кабелей, кейбл, универсал кейбл, давайте возьмем. И у меня, по-моему, с собой, если что, были еще... Да, вот такие кабели. Давайте на фабрике это дело поставим. Я думаю, что мы с вами сможем прямо-таки вот отсюда это дело забрать, поэтому зря я взял универсальные кабели. Я себе сделаю что-нибудь вроде вот такого вот. Тут опять тихий ужас пошел, но, в принципе, ладно. Раз, и... А, ты вот так даже прицепляешься. Слушайте, мне тогда даже... Ой, это не нужно. А вот это вот я зря немножко копнул. Очень оперативная какая-то кирка. Вот так вот мы их поставим, и по центру поставим нашу вот эту вот штуковину. По идее, они должны к ней привязаться самостоятельно. Так, теперь что касается автоматизации. Сможем ли мы это сделать, допустим, вот так? А почему-то сверху поставилось. Ну, ладно. Допустим, 16 моих палочек. Нет, они сюда идут по... Они идут сюда кучей. То есть это дело надо как-то по-другому автоматизировать. Возможно, у меня получится это дело, кстати, автоматизировать при помощи SFM. Хм, попробуем? Так, мы с вами вот сюда поставим контроллер, сюда поставим по одному инвенторе кейбл, и я себе взял еще один сундук, для того, чтобы их вот так разместить. Какое из них единственное, что теперь вход, какой выход, хрен его знает. Так, что нам с вами нужно сделать? Триггер. Триггер у нас с вами будет по интервалу, естественно. И... Ну, допустим, раз в секунду, почему бы нет? Окей, раз в секунду что ты будешь делать? Ты будешь... Я забыл, как это работает. Блин, я же не так давно это делал. Так, мне нужно трансфер сделать. Трансфер. Передавать. Передавать мы с вами будем из, допустим, вот этого сундука в, допустим, вот этот сундук. И, соответственно, допустим, снизу вверх. А, Activate же надо сказать, блин. Забыл, опять забыл. Так, и фильтры. У нас с вами будет белый список. Нам нужно с вами будет сделать белый список и сказать, что здесь идет вот такая вот замечательная вещица. И мне бы еще сказать то, что вот, Item Count 1. Где-то это было написано. Где-то мне здесь нужно было сделать так. Так, это скроллинг. Filter Settings. Match Count. Вот. Нам с вами нужно только одну штучку перемещать. И, соответственно, сейчас, если я положу в какой-то из сундуков эту штуковину, допустим, сюда. Ага, значит, правый сундук у нас с вами на вход. Давайте мы с вами, на самом деле, сделаем наоборот, потому что это не очень удобно. А, погодите-ка, я же не соединил еще. Сделал он. Черт, блин. Ай, доведите, пожалуйста, его до ума. Это уже очень хороший мод. Он же мне очень нравится. Так, отсюда. Во, ушел сюда. Вот задрыга-то я такая. Так, хорошо, значит, нужно поменять. Source сундук это вот этот. А Destination сундук это вот этот. Так, теперь, единственное, что Source сундук, да, но Destination у нас с вами вот здесь. А вот из этой штуки мы с вами тоже должны будем забирать в сундук... Да нет, это Source. Че я делаю? Вот так. Отсюда-сюда. Во. А центральный сундук, это у нас с вами будет забираться другая штучка, еще один Transfer Items мне нужен. После того, как этот, допустим, ты оттрансферил, ты можешь пойти вот сюда. И сделать следующее. Source инвентарь вот это вот. Destination инвентарь вот это вот. Мы отсюда забираем снизу абсолютно все, что угодно и кладем это дело наверх. Здесь никаких фильтров нету. Здесь просто черный список пустой. И, соответственно, сделаем вот так. То есть, по идее, теперь я сюда кладу... Ммм... 16 палочек. И он все равно кладет по одной. Ааа... Как бы мне это сделать-то? Так, остановись. Это же ужас какой-то. Смотрите, до чего меня доводит эта сборка. Я делаю себе ванильный компаратор. Блин, еще так он не работает. Почему, объясните мне, почему этот дурацкий, блин, репитер не может работать без задержки? Ааа... В чем суть, ребятки, проблемы? Суть проблемы в следующем. Я это не могу сделать на SFM, поэтому, собственно, единственный вариант остается то, что я это дело буду делать на ваниле при помощи долбанного компаратора. Потому что долбанный SFM не может, блин, с долбанного вот этого вот блока получить долбанное количество долбанных предметов. Поэтому, блин, приходится извращаться опять ванильным способом все это дело делать. А ванильный способ, как мы все знаем, это компаратор присоединенной задницей к машинке, на которой мы с вами хотим проверить наличие предметов в инвентаре. И все бы сейчас было бы здесь ничего, если бы не одно маленькое досадное недоразумение. Тык, тык. Проблема вся в том, что... Ой, отдай воронку, пожалуйста. Проблема в том... А, она сюда упала, я понял. Что, как бы, у нас с вами, у нашего репитера есть небольшая, но задержка, там, в один тик, условно, да? И сюда из этой воронки умудряются попасть два блейзрода, и, соответственно, вся система стопорится. Поэтому единственное, что мне пришло сейчас в голову, это сделать что-то вроде вот такого вот. Единственное, что... Ну, опять же, учитывая то, что это добрая ванила, блин, у нас это, видимо, нужно подсоединять вот таким образом, да? Ну, хотя давайте я ради интереса подсоединю вот так. Но у меня есть такое ощущение, что это работать не будет. У меня здесь где-то есть вот восемь павочек. Да, видите, это вообще не работает. То есть он здесь сигнал выдает, но пофигу. А-а-а, слушайте, а здесь все еще веселее. У меня не хватает силы сигнала. Слушайте, вот, кто вот... Я ничего не хочу говорить. А-а-а, получилось. Я, как бы, понял, что у меня здесь мешала не задержка этого нашего замечательного репитера. Здесь даже, кстати, написано, что задержка один тик. А то, что просто когда сюда помещается один предмет, компаратор выдает силу Redstone сигнала один. Поэтому ее приходится сразу усиливать. Блин, вот изврат полный. Ну, ладно, в любом случае у нас с вами получилось автоматизировать эту систему. Поэтому через какое-то время, если только у меня не закончится энергия раньше. Хотя вроде как там должно было около миллиона, что ли, в итоге потратиться, да? Сколько? Ой, тихо-тихо-тихо, что же я сделал-то? Сколько там на одну? 30 тысяч, по-моему, на одну нам с вами требуется. Их сильно много. На одну требуется 90 тысяч. Ну, давайте для ровного счета считать, что 100. 100 тысяч на одну. У меня их 640, 640 где-то 2 миллиона. Ну, ладно. Учитывая то, что у меня здесь 304 миллиона, я думаю, что через какое-то время у нас с вами эта фигня будет. Давайте пока посмотрим, что нам с вами нужно для остального в реакторе. Реактор. Реактор мы с вами все-таки делаем в итоге блейзинговый. Вот этот вот, я его даже вынес. И вот они эти наши блейз-кристайлы. Кучу пасты и кучу вот таких штук. Ну, в принципе, как бы это исключительно железо, редстоун и все такое. И больше нам с вами, по сути, ничего и не нужно. Диэлектр-кейзинг еще. Ну, ладно, давайте остальное я сейчас сделаю за кадром. И дождусь, пока у нас с вами сделаются вот эти вот блейзовые штуковины. И я здесь себе пока сделал один плаг и 4 поинта. Почему 4 поинта? Потому что пока я жду, что у меня сделаются эти штуки. Я не понял, я же себе все подготовил на то, чтобы сделать диджитал-майнеры. Так, вот эта штука, по крайней мере, здесь есть. У меня опять закончились отомик алои. Ладно, в таком случае мы сейчас с вами сделаем еще немножко. Они есть, да? Вот одна такая, одна такая. И этот самый алои. Вот такие вот мне нужно... Хотя, в принципе, блин, мне нужно одну. Придется делать 8. Это немножко странновато, конечно. А здесь у меня сейчас... Нет, к сожалению, ничего нету. Так, вот так, вот так, пока оно делается. Пойдемте заберем сделанные блейз роды. Я надеюсь, что сделанные. И я вовремя, собственно, решил еще раз посмотреть рецепт. Дело в том, что мне нужно было вдвое меньше вот этих вот штуковин блейзовых. В принципе, я вовремя как бы одумался и убрал. Оттуда половину. Потому что иначе было бы все сильно весело. Мне бы хватало на 2, наверное, этих самых, да? А, погодите, слушайте, я что-то какой-то очень оптимист. У меня есть еще 13 штук, одна делается. В общем, в итоге мне нужно получить 72 штуки. И если я ничего не напутал, то это как раз ровное количество. Окей, сейчас себе доделаю диджитал майнеры. И мы с вами увидимся. Вот они, 72 штуки. Блейзовые, красивые. И больше эта система мне, по идее, не нужна. Но, ладно, я ее оставлю, вдруг еще понадобится. Ну что, крафтим реакторы. Это же ужас, это кошмар. Нужно вот таких штук сделать прям до хрена. Я думаю, ребятки, что я это буду делать за кадром. Потому что это ужас. А я вроде все сделал. Опаньки. И забыл, конечно же, эту штуку туда запихнуть. Но это ладно, это мелочи. 36 штук. Ей. Так, мне нужен стак уронита. У меня есть стак блок фредстоуна. Стак сухого льда. Мне нужно будет ведро воды. Мне нужно будет вернуть вот это вот на место. Я, кстати, так и не понял, каким образом крафтить с ведрами. В частности, вот этот вот рецепт. Как бы тебя мне туда вот сюда, сюда, туда. Да, и, кстати, что я отключу эту воронку для того, чтобы у меня есть больше не жаровать с лавой просто так, да? Вот. Я пробовал эти штуки переключать в режим ведра. Они почему-то в крафте вот этой вот пасты не работают. А, ну хотя, в принципе, здесь он на EGI не показывает, что здесь нужно что-то, кроме ведра лавы использовать. Поэтому это геморрой. Ну да ладно. Так, у нас с вами есть этот деван реактор. Мне знаете, что еще нужно? Мне нужен углерод. Ой. Давайте это отсюда заберем. Что-то я про них забыл. Углерод. Я вот здесь сейчас как раз его жарю. Единственное, что, блин, насколько я помню, углерод у нас с вами же только в этом, в древесном угле-то его отсутствует. Он только в каменном угле или нет? Или я что-то путаю? В общем, суть в том, что я себе сейчас еще буду делать блоки вот этого угля. В принципе, в идеале мне бы сделать их тоже. Стак. Ну да, потому что стак, блок, всего остального есть. Этих пока нет. Ну ладно, я думаю, что мы с вами запустить реактор можем и без этого. И мне нужно будет ведро воды, которое я смогу набрать себе там-тарам-там-там-там во дворе. Хе-хей. Так, я думаю, что мы с вами будем ставить наш мега-супер-пупер-реактор в уже излюбленном нами месте, то бишь на фабрике. Я думаю, что там как раз где-нибудь в конце есть для него местечко. Вот здесь. Он 3 на 3. Нет, если я здесь его поставлю, я сюда потом не пройду. Блин, давайте его в таком случае ставить здесь. Я не знаю, я хочу где-нибудь поставить уже этот реактор. Он очень смешной, ребятки, он сам себя строит. Блин, может его в подвале вляпать? Дайте-ка я секунду, я его в подвале вляпаю вот здесь, а то места нет ни хрена. Выкопал, так сказать, подручными средствами, даже лестницы пока нет, но да ладно. Очень хочу реактор просто, ничего не могу с собой поделать. Даже место выбрал как-то кривовато, там у меня уже улица. Ну да ладно, бым. И он, вот, только хотел бы сказать, он должен сейчас сам построиться. И он строится, ребятки, и он строится. Е-е-е, реактор, который сам себя строит. Мечта инженера. Вот. Видите, какой он симпатичный? Мне прям нравится. Он такой желтенький, с деревом с каким-то. Так, теперь, что касается его входов и выходов. Конфигурация. Давайте скажем то, что у него сзади, допустим, будет выход. Сзади это какая сторона света? То есть, вот я туда смотрю, это у нас восток. То есть, восток, у тебя выход. Где у тебя эти штуки? Фейсинг-ист, режим, экстракт. А, у тебя везде выход, собственно. Че я парюсь-то? У тебя везде выход, все нормально. Там у нас будет стоять плаг. Так, как тебя запускать? В тебя нужно влить воду. Так. Так, у тебя появилась вода. Это очень хорошо. Температура 1 градус. Вот сюда тебе нужно поставить сухой лед, для того, чтобы ты охлаждался. Вот сюда тебе нужно, по-моему, поставить редстоун. Вот сюда тебе нужно поставить этот самый, карбон. И вот сюда тебе нужно поставить уран. И, собственно, все. Ты пошел мне вырабатывать 384... А, это использование, да? Ты не пошел вырабатывать... 19000 FE за тик? Я немножко думал, что это будет меньше хренотня вырабатывать... Ээээ... Хе-хе-хе-хе-хе-хе... Э-эхе-хе-хе-хе-хе... Фух, ребятки. Если честно, я даже удивился, что эта штука заработала. Она очень быстро набрала 18 миллионов и, собственно, успокоилась. Единственное... что сожрала приличное количество уроненита, но это ладно, это мы с вами найдем еще за кадром. Вот, сейчас нам с вами, к сожалению, пришла пора прощаться, потому что серия, опять же, должна выйти сегодня. А я прямо-таки сейчас, когда поставлю эту серию на рендер, начну писать следующую, потому что я буду сейчас прямо-таки присобачивать вот эти вот диджитал-майнеры в Незере, да, и учитывая то, что этот процесс очень медленный, даже учитывая апгрейды, я в тестовом мире за, наверное, 4 часа тестов не выкопал все то, что хотел, поэтому я бы хотел их оставить условно на ночь, я здесь буду ФК-шить, да, и чтобы завтра, когда я начну писать вам следующую серию, чтобы у меня уже это было дело готово. Поэтому, к сожалению, сейчас вы не увидите, что я буду делать с этим реактором, но вы увидели, как он работает. Вот, ребятки, на этом мы с вами будем прощаться, с вами был Зигзохедж, я говорю большое спасибо всем, кто меня поддерживает финансово, в частности, человеку с ником МС, за феноменальную поддержку на максимальный уровень, еееей, реактор в твою честь построен, МС. Кроме того, вот эти плаги построены в честь Литариуса и Фейкмана, конечно же, также им большое спасибо за поддержку, и также всем, всем-всем-всем, кто меня поддерживает финансово, большое-большое спасибо. Этот каблогенератор вам, ребятки, правда он уже весь переполнился, вот, если вы хотите меня поддержать, но у вас нет финансовой возможности, просто смотрите видео до конца на скорости 1х, не перематывая, ставьте лайк, оставляйте комментарий и рассказывайте друзьям, что вы здесь сегодня видели, а мы с вами увидимся в следующий раз. Надеюсь, что вам понравилось, с вами был Зигзохедж, до новых встреч, как обычно, всем счастливо и пока!